всем доброе утро катя нас тут уснула с пумой у нас орёт говорит всем привет вы представляете сегодня выходной а мы с вами подорвались в 9 часов утра вечер ну вообще сумасшедшие нас пома разбудила да она что-то прыгнул свалила или просто прыгнула так громко что ты под голодом мы еще не завтракали дело в том что мы стали девять часов время 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 сколько сколько время сможет три часа ходим голову голодом начало двенадцатого или уже конец двенадцатого 11 38 почти 12 мы только кофе пили все потому сейчас будем завтра яйца давай давай эти гринки не хочешь гринки я хочу гринки ты сделай себе яйца мне гринки давай делаю гринки только соленые не сладкий соленые гринки тогда я собираю волосы и делаю гринки соленые соленые где где катя не ткать ну это нам нужно ведро убрать мы все помыли полы и все никак не можем убрать и мусор надо вынести но в смысле коробки этим ладно хочешь съездить вынести мусор хотя нет занимайся теми делами которые я тебе сказала ну да нет такие дела нужно сделать вообще вы даже не представляете у нас уже тут потихонечку приступает вечер видите как у нас там все оборудовано ваня снимает гт5 онлайн а я решила съесть апельсинку что-то мне так захотелось апельсинку я уже разрезала да щас буду ее вот так чистить такими вот кусочками отдирать чё все тебе все включить так давай тут нужно включить все здесь включила и здесь тоже да все везде все включил в общем ребят наконец таки мы выбрались из дому ваня вынес мусор мы засняли видео которые запланировали и сейчас я тут что сегодня же воскресенье у нас все закрыто но у нас в барселоне есть один торговый центр которые по воскресеньям и по праздникам открыт мы сейчас едем именно туда зачем мы туда едем во первых мы поужинаем там а во-вторых там нужно купить в чем баня будет завтра на своем день рождения и чем он будет у нас на новый год насчет нового года не знаю получится купить или нет если что-то найдем обязательно купим а вот насчет дня рождения сто процентов нужно купить рубашечку новую чтобы ты завтра был красивый кстати и мы нашли ресторан уже забронировали все поедем завтра барселону ресторан ларита называется вот так что мы сегодня еще и кучу дел сделала их и сейчас видим в том что все дела сделали не выходи это точно не заодно еще дело осталось это купить тебе любить рубашку или что-то что-то такое вот праздничное и все и дела на сегодня все закончены да и хотя вообще не хотела брать наши маленькие себе барселона как они могут остаться дома дни заряжены вымыты отремонтированы ну в смысле отцарапить замазанную я уже поцарапал пока до машины доедет единственное торговом центре который работает в воскресенье тут очень 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 много людей мы еле припарковали машину и сейчас идем куда-нибудь ну правильно все люди на каникулах в отпуске всем хочется пойти куда-то погулять и так далее какой смотрите пудель классный белый еще вот дерево на камере не видно зай надо когда потемнеет снимать нам и как раз туда сейчас наверх поднимемся дамы кстати возле моря в порту видите сколько людей обычно здесь нет такой толкучки практически никогда вот сейчас вот видно отлично классно тапа тапа а мы вкушали с тобой в тапа тапа да помнишь власть испании там мамы ризотто кушали и макарон это был тапа тапа мне кажется это был тапа 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 пошли посмотрим тапа тапа пойдем выбор здесь конечно большой но цены вот допустим за два шашлычка с креветками и с этим с рыбой 895 но это как-то он уж совсем ага но вот единственное что привлекает это вот рис по ее я который делают и фидеу фидеуа тоже есть на двойная порция 13 евро стоит вот так за ну ты наешь с этими дождь пинчо нет конечно мы наконец-то уселись уже в ресторан и кстати выбрали как он называется курс курс гуд на вот вот этот уже заказали все и вот мы сели возле окошка здесь у нас море сначала сели на улицу да вон там на улице и потом замерзли пришли возле обогревателя сели и и сняли курточки потому что сразу же стало тепло нам пришли принесли на заказ катюшин вот такое вот так курица сюда как и мы потата справа с и отдельно принесу на вот а вот мой бутер на картинке он выглядел пяти дней ладно приятного аппетита катя немножко кушает а я уже смотрите что мне осталось снова бутерброды вот мои бра вас приехали вкусно кстати да у меня тоже очень вкусно наверное заметно что я бы срочи съел вкусненько здесь достойно достойно аплодисментов похлопай за ну что первый же магазин который мы сошли мы сошли на и мне кажется или она но вот вот это точно покажи что мы тебе все купили но я еще хочу с вами а и где он нас тут вон он там куда и хотим еще одну классную рубашку посмотреть но уже для нового года я я я выезжали ну так давай помоги мне найти этот магазин и побежали мы спустились в паркинг думаю не заболела спина как всегда не болела так теперь осталось нам найти нашу тачку вон она мы все купили все что нужно было вот поэтому что мы домой едем и поехали домой вообще вот для чего эти штуки я говорю вот для чего эти штуки гулять по Барселоне по ночной ну и по дневной тоже можно классно классно да мы решили не домой с вас ехать так аккуратно тут ямы сейчас по набережной ох у нас тут классная велосипедная дорожка все подожди я говорю у нас здесь классная велосипедная дорожка угу поехали по той стороне или там где плитка там хоть видно что то ух ты там велосипедист был единственное здесь стучит ты где стучит да по ногам вот эти вот от плитки здесь круто здесь яхт очень много маленьких там казино не очень приятно приехать по этой дороге сзади ну да ну я хотел заснять тут круто ну посмотри да ой красиво смотри здесь не так часто и дешевле о вот тут лучше да поехали ну да здесь их они не так часто главное влево не улететь да вам класс предмет куда мы пришли в магазин нам нужно закупить оказывается, короче, некоторые магазины все-таки сегодня работа Мы решили с вами приготовить борщ, поэтому нам нужно все купить необходимо для борща. Хлеб купили, главный ингредиент. Это первый раз мы в Каправу закупаемся. Ну как закупаемся? Будем надеяться, что у них есть капуста. Капуста? А это фиолетовое. Да возьми вон цветную капусту. Больше цветной капусты? Да. А варят больше с фиолетовой капустой? Без понятия. Фиолетовые. Фиолетовые. Борщик. Блин, ну если нет капусты, то в борщах меняется. Значит нужно что-то другое определить. Ну еще можно в наш супермаркет проехать, который у нас. Там, ты не знаешь, есть капуста? Без понятия. Ладно, и еще я в нас чего не вижу светлые. Конечно. Есть? Вареное? Вареное. Да, хорошо. Сейчас с фиолетовым взяли. Опа. Ну все, борщ готов. Хлеб из свекла. Вот и вся еда. Пиши дальше. Мы уже дома. Да, и у нас уже варится бульон. Бульончик надо снять все дела. Ну чтобы он был чистенький, красивенький. Да, вот тут перчик нарезанный. Болгарский. Да, я просто, когда у меня варится бульон, я всегда начинаю потихоньку подготавливать все остальное. Для зажарки, да? Кошку, да. Там капусту, болгарский перец, итальянский перец, лук, морковка, свекла, свекла. Все такое. Вот. И бульон я всегда варю с луком, головку лука, лавровый лист, перец горошком, сельдерей и морковка. Попробуйте, если вы не добавляли в бульон сельдерей, обязательно попробуйте. Такой ароматный получается бульон. Просто объедение. Потом это все выкидывается, да? Да, потом, когда вот все это сварится, я овощи выкидываю. Да, я их не использую больше. Во штане уже все, что можно было отдали. Что это было? Ты что наше новое кресло царапаешь? Наше новое кресло. Вот. Вот, 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 поворачивайся. Повернулась. Ладно, я пойду тоже делами заниматься. Что я тут стою бездельничаю? Ну да. Что это за звуки бедного, несчастного животного? Кослика. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Итак, у меня борщ практически готов. Вот такой вот я всегда густой делаю борщик. И вот у меня подготовлено мясо. Мясо я всегда делаю отдельно. И потом уже в тарелку добавляю, вот когда сервирую стол. Борщ практически готов, еще пару минут. Вот. И потому что капусту все-таки мы такую вот старенькую купили, знаете, которая очень твердая. Поэтому нужно ей побольше времени, чтобы она вот хорошо сварилась и не была полусырой. А так вроде с борщиком все у нас отличненько. Вот. И у нас Ваня. Пума спит. Слушай, тебе не холодно? Я включу отопление. Семнадцать градусов дома. Так. Ёлку же надо включить. Ёлки-палки. Все надо подключать. Что это такое? Новый год на носу. У нас ёлка не горит. Включайся. Все, ёлочка горит. И Ванечка тут сидит, монтирует. Игрулика. Как получается? Да, вроде синхронизация сейчас сделаем. Самое моё любимое. Самое любимое? Да, да. Просто жить не можешь, не сделав эта процедура, да? Да. Сейчас, если вы заметили, в прошлых летсплеях у нас было эхо, потому что мы записывали звук самой PlayStation. И получалось, что у нас записывался звук два раза на самой PlayStation. Голос. И на камеру. И для синхронизации я совмещал их. Получалось, что какое-то маленькое эхо было. Невозможно было делать, чтобы они мы одинаково говорили. Угу. Какой-то там глюк был на один кадр. Да. Мы не могли, ну, как бы не хватало. Ну, потому что, во-первых, у нас не совпадало число кадров. У телевизора. У не, у телевизора, у приставки. И у камеры. У камеры у нас она снимает 30 кадров. А это в 25. А это было в 25, да. А сейчас и всё по 30 снимает. И то и то. Сейчас круто. И сейчас мы с той штукой, которую мы купили. Амермедиа. Она записывает отдельно голос. И когда ты синхронизацию делаешь, ты просто потом ее синхронизируешь. Потом удаляешь эту дорожку с голосом. У тебя получается чистый звук игры и чистый звук с камеры. И всё отлично. Сейчас просто нужно это сейчас сделать. Вот так вот. Да. Короче, Ваня тут весь в работе. Борщик и Зай практически готов. Так что будем скоро ужинать с тобой. Угу. Кстати, в GTA, Катя такая говорит, я там буду сидеть что-нибудь делать. В конце такой силы уже сидел и все игры смотрел. Мы смотрим фильм «Марсианин». Мы его вчера начали смотреть. Фильм очень интересный. Да, мы его вчера полтора часа просмотрели. У нас тут борщик. Так что всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Мы с вами будем ужинать. Да. И меня Колька тоже поздравил. Может уже 12 часов ночи и Ваня уже все. У меня день рождения начался. Все, уже закончилось все. Ничего не закончилось. Днем рождения еще раз тебя. Спасибо. Давай садись кушать. Оп. Ну что, фильм досмотрели? Покушали. Борщ получился великолепный. Отличный. Да. Давно мы не ели. Жидненькое. Да. Так захотелось. Ваня говорит, давай борщик. Давай. Нет. Давай супчик. А потом сказал борщик. Ну хорошо. Хорошо. Мы хотим с вами попрощаться. Сказать вам спокойной ночи. И всем пока-пока-пока. Топинцы. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!